В этой программке очень удобно указана информация о вашей системе, то есть на самом верху пишется версия вашей операционной системы, Microsoft Windows 7, у меня Ultimate 64 бита. Ниже указана модель вашего процессора, частота процессора, количество оперативной памяти и ваша видеокарта. Очень полезная информация, многим, я думаю, пригодится. Значит, интерфейс программы состоит из четырех разделов основных, это очистка, реестр, сервис, настройки. Я вам расскажу про все разделы, основные здесь для работы нужны, это очистка и реестр, то есть разные второстепенные разделы. Значит, раздел очистка, он нужен для того, чтобы мы могли удалить ненужный мусор с вашего компьютера, то есть временные файлы. Файлы есть браузеры для интернет-эксплорера, проводника, системы и есть вкладки в приложение, да, здесь можно удалить временные файлы браузера, да, тоже. Google Chrome, Opera, Firefox, ну, в зависимости от того, что стоит. Ну, тогда, да, здесь очень много галок, можете сами присмотреть, то есть можно галки там поставить, убрать, в зависимости от того, что вам нужно, да. Вот. Ну, можно оставить по умолчанию, да, если вы не хотите, чтобы у вас удалилась история просмотров, да, из каких-то ваших браузеров, которыми вы пользуетесь, соответственно, здесь галки эти нужно снять, да, то есть там, куки файлов, да, стоят просмотров. После чего, после того, как вы поставили нужные галочки, да, нажимаем на кнопку «Анализ», программа у нас автоматически сканирует временные ненужные файлы, которые можно удалить. Делает она это довольно быстро, ну, вот у меня программа нашла 178 лишних мегабайт. Да, да, то есть после того, как анализ завершен, он вам показывает, выдает список тех файлов, которые могут быть удалены. Вот, нажимаем на кнопку «Очистка», программа очень быстро работает, да, то есть 183 мегабайта мы очистили, освободили. Вот, конечно, не так много, но если учесть то, что во временных файлов браузеров очень часто сидят какие-то вирусы, которые могут мешать вам работать, измерять работу компьютера, то я считаю, что это очень важная функция. Советую вам периодически и пользоваться, хотя бы раз в неделю. Вот, ну, по этому разделу, я думаю, все понятно. Дальше перейдем в следующий раздел, это реестр. Это основной раздел этой программы, да, нужен для того, чтобы очищать реестр от старых записей, ключей, которые уже не используются, и от старых правильно удаленных программ, да. Вот, здесь все очень просто. Нажимаем на кнопку «Поиск проблем». Программа автоматически сканирует все неверные записи приезда, или какие-то ошибочные. Вот, вот, видите, у меня нашло несколько записей, у вас, скорее всего, будет их гораздо больше, если вы никогда не пользовались этой программой, тут может быть порядка 100 строк и больше. Вот, я периодически использую программу, зачищаю все эти записи, поэтому у меня довольно мало, знаете, на ошибок. После того, как у нас программа посканировала, да, реестр, нажимаем на кнопку «Усправить», здесь программа предлагает нам сохранить резервные копии сделанных изменений. Я, честно говоря, никогда не пользуюсь этой функцией, потому что после доверия программе мы довольно давно ее используем. Вот, ну, вы на всякий случай можете сохранить резервный копии реестра, вот, выбираете, куда сохранить, сохраняем, да, и после этого можем исправить все вот эти вот неверные записи. Нажимаем «Исправить отмеченное», ну, и все готово, 77 исправлено, да, закрываем. Я думаю, с этим разделом тоже все очень понятно, довольно просто. Значит, следующие разделы — это сервис. Здесь есть несколько подразделов. Это удаление программ, автозагрузка, поиск файлов, установление системы и стирание диска. Я сегодня коснусь только раздела удаления программ, автозагрузки, потому что они чаще всего используются, но и остальные разделы, на мой взгляд, не такие важные в плане улучшения быстродействия, да, вашего компьютера. Мы сегодня разговаривали об этом. Значит, в разделе удаления, подразделе удаления программ вы можете выбрать любую программу, да, просто ее доинсталлировать, то есть удалить, да, так же, как вы можете сделать через панель управления установку удаления программ. Ну, основная фишка вот этого меню в том, что вы можете здесь программу удалить, то есть просто удалить ее из списка. Вот, то есть если она у вас была некорректно удалена до этого, просто, допустим, удалили папку с программы, да, инсталлировали ее через панель управления, она у вас здесь осталась в списке, то вы можете просто ее выбрать здесь, нажать удалить, и она у вас пропадет из списка. Вот тоже очень удобная функция, довольно часто ее пользуюсь. Значит, здесь тоже, я думаю, все понятно, ничего сложного нету. Вот, следующий подраздел – это автозагрузка. Значит, очень полезный раздел. Значит, объясню, что здесь у нас за программы, да. То есть автозагрузка, здесь у нас находятся программы, которые запускаются при старте компьютера, то есть при загрузке рабочего стола. Все программы, которые вот здесь вот висят у вас в трее, вот, то есть фактически вот они все тут и есть, да. То есть их можно включить, их можно выключить. Соответственно, чем меньшее количество программ у вас будет здесь активировано, тем лучше для быстродействия вашего компьютера, потому что у вас они будут всегда меньше оперативной памяти, да, и за счет этого компьютер будет быстрее загружаться, во-первых, и в дальнейшем будет быстрее работать. Значит, я бы вам советовал здесь отключать практически все пункты, да, кроме, может быть, антивирусной программы. То есть вот у меня Касперский стоит, я его не отключаю никогда, да, то есть нужно, чтобы у вас антивирус стартовал именно при включении компьютера. Есть другие программы, да, iTunes, какие-то драйвера. Кстати, касаемо драйверов, да, если у вас не стационарный компьютер, а ноутбук, я вам не рекомендую отключать программы драйверов для вашего ноутбука, да, определить в списке вы их сможете по названию. То есть если у вас, допустим, ноутбук Asus, да, то вы сможете в названии папки либо конечного файла увидеть Asus, да, то есть там будет написано указано. Такие пункты лучше не отключать, иначе при следующей загрузке компьютера вы можете обнаружить, что у вас не работают некоторые функции вашего ноутбука, скажем, какие-то горячие кнопки, да, на клавиатуре, может включиться Wi-Fi адаптер. Вот, поэтому если не разбираетесь в этих строках, да, программы, то советую вам ничего здесь не трогать. Вот. Значит, следующий подраздел... Остальные здесь подразделы я не буду рассматривать, потому что просто их не использую. Там ничего интересного на самом деле нет. Следующий подраздел поиск файлов. Ну, отличается от стандартного поиска тем, что здесь, ну, так скажем, более подробный можно поиск задать. Тоже рассказывать про него ничего не буду, никогда я его не использовал. Ну, считаю, это важная какая-то функция. Восстановление системы, да, ну, это стандартное восстановление системы, такое же, как Windows 7, да, в служебной программе. То есть ничего особенного здесь тоже нету. Ну, у меня точек резервного восстановления не делаю, поскольку у меня диск C довольно мало места там на SSD, а они занимают очень много свободного пространства. Значит, ну и раздел стирания дисков, объясню только суть, да, чем отличается от обычного форматирования, да, удаления содержимого диска. Здесь вы можете удалить данные навсегда. То есть при обычном форматировании данные всегда можно установить с помощью специальных программ. А в этом разделе, в программе Ccleaner, да, вы можете сделать, как бы, перезапись удаленных ячеек вашего жесткого диска. То есть ячейки, как бы, удаленно, они затираются, да, и восстановить их после этого невозможно. Вот. Ну и в зависимости от количества проходов вы можете задать, так сказать, степень вот этой вот затирки ваших старых данных. То есть если была какая-то очень важная информация, которая в количестве была восстановлена, она попала в чужие руки, то вам этот раздел очень пригодится. То есть заходите сюда, выбираете количество проходов, да, выбираете диск, который вы хотите стереть, нажимаете кнопку «Стереть». То есть здесь все довольно просто, да, ничего заломного. Значит, следующий раздел «Настройки», да, здесь тоже ничего особо интересного нету. Ну, раздел «Общие настройки» здесь можно выбрать язык интерфейса, да, русский там, ну, либо какой-то другой. Можно поставить галку «Выполнять очистку при запуске компьютера», да, очистка имеется в виду вот эта вот. Ну, я ее не ставлю, потому что, ну, каждый раз при включении компьютера не стоит делать, это слишком часто. Что у нас здесь есть? Куки-файлы. Ну, здесь, честно скажу, я никогда дополнительно что-то тут не использовал. То есть основные функции этой программы, которую я использую, это очистка, да, и чистка реестра. То есть вот эти два дела позволяют вам довольно ощутимо ускорить работу вашего… А, ну, забыл еще совсем, да, и дело автозагрузки, конечно же. Конечно же.